Татарстанская земля богата талантами Популярным, хорошо зарабатывать, но при этом и работать для души Сохранить свой стиль и творчество, не подчиняясь законам сурового шоу-бизнеса Здравствуйте! С вами программа «Твердый знак» и я, Гульфия Мутугулина Тема разговора сегодня – музыка молодых, ноты, деньги, триаккорда Прежде чем начать нашу дискуссию, разрешите представить наших гостей сегодня Марсель Касимов, он же Хамон, актер и рэпер Элемир Низамов, молодой и талантливый композитор Василий Евдокимов, солист группы 4 сезона Роберт Муртазин, солист группы Крикет Владимир Эйналиев, битбоксер, исполнительный директор маркетингового агентства Фергору И Лисан Абдулина, молодой композитор И сразу же хочу обратиться к нашему первому герою Ильмир, композитор, пианист, педагог, член Союза композиторов России Расскажи, пожалуйста, нам, еще, может быть, я что-то забыла, кто ты есть И как тебя судьба связала именно с творчеством На самом деле, композитор и музыкант — это вполне исчерпывающая информация Все остальное, в частности И, ну, как меня занесло, я просто начал писать музыку в какой-то определенный момент И когда только начал учиться в музыкальной школе Буквально с 11-12 лет я уже не переставая пишу музыку И когда я начал это делать, конечно, я не задумывался над тем Как я буду этим зарабатывать Смогу ли я себя прокормить Я просто делаю то, что я делаю, то, что я люблю И, собственно говоря, это привело к тому состоянию, в котором я сейчас нахожусь И, слава богу, пусть не так много, но все равно В принципе, я кроме музыки ничем не занимаюсь Я обеспечиваю себя только музыкой Ну, еще и преподаванием, конечно Хотя и то это тоже связано с музыкой Отлично, Эльмир, расскажи нам, пожалуйста, ты недавно был в Барселоне, если я не ошибаюсь Барселоне я был летом, а сейчас я был в Монако В Монако, да Расскажи, пожалуйста, что там и что там и почему ты там был, как ты там оказался В Монако был концерт, симфонический концерт их филармонии Этим концертом дирижер был наш дирижер Александр Сладковский И, собственно говоря, по его приглашению он открывал этот концерт моим сочинением, моей музыкой И, собственно говоря, поэтому я туда попал Вот, поэтому, если бы не он, я бы там не прозвучал И, конечно, это такое большое яркое событие для меня И, ну, как бы открываются новые горизонты, на самом деле А тебе конкретно за Барселону, вот, за выступление Монако Что за Барселону? Монако, Монако Есть ли какой-то бюджет, например? Сколько-нибудь тебе как-нибудь давали денежку? Нет, на самом деле в этом случае это тратился, наоборот, я Потому что мне только купили билеты туда Все остальное это я сам себе оплачивал По сути, это были такие мои зимние каникулы Там вместе, как бы, каникулы вместе с такой творческой командировкой Вот, и поэтому в данном случае нет В данном случае, конечно, нет Если говорить о том, что как можно зарабатывать То, конечно, там очень много способов Но в основном это, конечно, музыка какая-то прикладная Да, это музыка к рекламе Музыка к какому-то видеоролику, кино Или там к театральной постановке В нашей республике пока только так, я вижу А как вот зарабатывать, сколько зарабатывает современный композитор Вот в Татарстане, например, у нас Это очень такой абстрактный вопрос И на который я не смогу просто тебе ответить Ну, конкретно, например, есть композиторы, которые наши консерваторские Из консерватории, например Тебе звучит зарплату свою Я такая завуалированная А есть, которые уже закончили про консерваторию Да, и зарабатывают, как ты сказал, на рекламу Пишут рекламу Да, конечно, да И легко ли, выживается ли Ну, тема у нас такая сегодня, щепетильная Нет, ну, если я скажу легко Это, конечно, будет неправда Это абсолютно неправда И, конечно, это сложно Это иногда, как говорят, то густо, то пусто Поэтому здесь сегодня ты на коне Завтра какой-то перерыв И ты работаешь, собственно говоря Просто потому, что ты не можешь не работать А не ожидая там какого-то сумасшедшего гонорара И так далее Мне кажется, вообще в эту профессию не нужно идти Ну, скажем так Зарабатывать? Ну, алчным людям Им там делать нечего Потому что это не для того, чтобы Деньги, это не для того, чтобы их заработать А для того, чтобы просто жить и выживать По сути, ну, как все Поэтому творчество, оно Ну, опять же Если можешь не писать, не пиши Мне кажется, в этой профессии должны быть только те, кто Именно вот одержим этим Деньги, скажи, пожалуйста Вот, например, каково это? Я, как с точки зрения именно профессионального музыканта У тебя есть образование Профессиональная, консерватория Каково это, например, работать не по специальности Вот конкретно, да? Сочинять музыку для, там, оркестров, да? А писать музыку для рекламы Да Для попсы современной, например Каково это? Да, вот несложно ли, может быть, какие-то Понятно, я понял вопрос Тяжело? Как так? Почему? На самом деле, на самом деле Что бы ты ни делал Оно должно все равно В какой-то степени быть тебе близко Какие-то вещи, которые мне С которыми я внутренне абсолютно не согласен Ты не соглашаешь? Я просто за них не берусь Если даже миллион заплатят То есть Такого еще не было Ждем, да? На самом деле На самом деле Вот опять же Я говорю, что я живу только музыкой И там, по сути, обеспечиваю себя музыкой Опять же, только за счет того, что я никогда Ну, практически ни от чего не отказываюсь Просто если бы я сидел Это я не делаю Это я не пишу Я делаю Вот у меня есть только там свое какое-то видение Тогда это, ну, к сожалению Это тупиковый путь Это, может быть, там, не знаю Звезды какого-то мирового масштаба Могут тебе позволить выбирать Хотя и то я, мне кажется Не так, а не это Ну, не знаю То есть ты в любом случае Если тебе предоставляют Предлагают работу Ты все равно тоже смотришь Лежит ли душа к ней И нет такого, что Если не лежит душа То ты не возьмешься Ну, словно говоря Да, вот если Заниматься вот чисто творчеством Да, там, тем Писать ту музыку, которую ты хочешь Да, допустим Да А в это время Все равно нам, как бы Хлеб насущный Да, мы все равно Что-то должны делать такое То, что нам будет Проносить деньги Да Кто-то работает Не знаю У кого-то бизнес Кто-то там преподает Кто-то, я не знаю Может, там, работает С Макдональдс Да, и так далее По сути, вот та работа, да Которая, ну, допустим Музыка к рекламе Я ее так же воспринимаю Это как Как творчество Ну, в какой-то степени Но больше я это воспринимаю Как просто работа Которая, как бы Наиболее близко к моему творчеству Но, которое я делала за деньги Ну, как работа Которая дает работу Спасибо большое Хочу представить еще раз Нашего следующего героя Марсель Касимов Он же Хамон Неправильно сказал сначала Да Рэпер И я знаю, что вы выпускник Ты выпускник Казанского театрального училища И вот я знаю, что недавно Недавно Ты выступал Был в роли У тебя была роль в спектакле Константина Хабианского Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть Ну, да Но я бы не назвал себя рэпером Ага, ладно, хорошо Почему-то прошел тот возраст Когда я прям хотел, чтобы меня так называли А сейчас как-то нет Ну, просто творческий человек Актер, я не знаю Сын, брат, актер И музыкантюшка Вот можно так сказать А спектакль Это благотворительный спектакль Константина Юрьевича Хабенского Проходил он в Москве В Кремлевском дворце Шеститысячник И каково? Ну, это круто Хорошо Вот, особенно ты не видишь, что там 6 тысяч Человек сидит А потом включили свет Там просто темно включает свет И ты, аааа И как таракан убегаешь Вот Ну, как убегаешь Там закрывается занавес Ну, вообще, это круто Расскажи, пожалуйста Почему ты решил заняться именно этим направлением музыки? Не сказал рэп Потому что ты не рэфер Мало ли Мало ли Честно, может быть Потому что В то время, когда мне эта музыка понравилась Все слушали абсолютно другое То есть, я так сказать Во всех своих кругах был белой вороной Что в подъезде Что на улице Что в школе Особенно Вот Все слушали Там Петлюру, грубо говоря Ага Что-нибудь такое А я слушал Эминемо Децла И тому подобное Вот Поэтому Не знаю Как ты Не признавали Да А сейчас Ты желали Эта дорога Вот сейчас Есть признание Есть ощущение того Что я добился Того, чего хочу Или еще Куча-куча планов Ну, если по части музыки Я, ну, не скажу То, что там Я, там, добился Каких-то вершин Чего-то такого Ну, как Уж ты там Победитель Победитель Из-победителей В России Ну, да Ну Ну, да Действительно Че нет Как я недавно Прочитал в интернете Не главное Сколько ты там Получил званий Победил на фестивалях Там, я не знаю Грубо говоря Выпустил альбомов Самое главное Что ты начал этим заниматься И несмотря ни на что Ты продолжаешь Этим заниматься Несмотря ни на что Друг Скажи, пожалуйста Сегодня В духе ли ты Нам что-нибудь Может быть Исполнить Что? Зачитать Что-то зачитать Зачитать Ну Может быть Ближе к концу Мы что-нибудь С ребятами Изобацием Ага То есть Пока Давай еще О наболевшем Так сказать Да И как раз Вопрос Конкретно К нашей теме Как Каково Зарабатывать Этим Или ты Или ты Или ты Этим Не зарабатываешь Вообще И это Просто для души Нам смешно Нам смешно Потому что Нет Ну как бы Музыка Нет Музыка Я не зарабатываю Бывает Конечно Там Куда-то Приглашают Где-то Пэмсить Это тоже Так сказать Одно из подразделений Расскажи нам Наши музыки Ну Пэмсить Это Стоять и кричать Выше руки В России Это называется Пэмсить То есть Любой человек Учитель заходит В класс И говорит Встаньте Учитель Это Эмси А Серьезно Ты мой Сэмси Можно так сказать Или там Например Получать деньги За то Что приглашают Журить Какие-то Фестивали Я не знаю Та же самая Студвесна К примеру Но не в Казани А В Казани Но не в Казани В Казани не приглашают А как ты считаешь Как все-таки Можно заработать Молодого музыканта Ты себя считаешь Молодым Надеюсь Да Да Конечно Конечно Вот Борода немножко Короткая стала Поэтому Я просто не знал Что меня будут На камеру снимать Поэтому я вчера Ее подкоротил Вот Ну Если ты музыкант Который пишет Который сочиняет То да Конечно Можно На этом На мой взгляд Зарабатывать Потому что Ну В любом стиле музыки Нужна музыка Нужно чтобы ее кто-то придумал Нужно чтобы сделали аранжировку Нужно чтобы ее исполнили А если ты просто вокалист и исполнитель То Ну Лично я бывает зарабатываю Там для кого-то нужно написать песню Для каких-то нибудь Для каких-нибудь молодых рэперков Так скажем Который себя называет Да Ну конечно Это в тайне Что там Например Я для них написал Или они там Исполнили мое Вот То есть за это Можно деньги получить Сейчас распространено Что на свадьбах На юбилеях Мамы Папы Невесты Исполняют рэп Вот Это считают Крутым Это на самом деле Круто То есть для них Написать Но это же сложно Круто Круто Но это сложно Или ты же мастер-класса Может даешь по Там Мак Читать Нет 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 К сожалению Мастер-класса Мастер-класса Только По актерской По Ну то есть По другой Творческой части Ну да То есть По станической речи Может быть Этим зарабатывать Репетиторство Как Рэпчет Молодых Молодых Рэперков Ну В Казани Кто В Казани Это практиковали Но Нет К сожалению К сожалению Так сказать Не прошло Настоящие рэперы Этого не признают Поэтому Все-таки К рэпу Ты должен сам прийти Я тебе не нянечка Так сказать В рэпе Друзья Парадокс Люди с музыкальным образованием Частенько у нас Это не могу сказать Про Эльмира Либо про Лисан Частенько никому не нужны И А любители Которые Сейчас Очень Очень много людей Которые считают Что они Потрясающие музыканты Это то же самое Что как Фотографы купил фотоаппарат И я значит Значит я уже фотограф Я могу уже зарабатывать На этом деньги Да А вот Люди которых нет В музыкальном образовании У людей Людей которые В принципе Не так сильно понимают Разбираются в музыке Зарабатывают Очень хорошие деньги Между прочим Почему Вот Как вы думаете Какие есть мысли Может быть Кто хочет высказаться Да Такой был синхрон Роберт пожалуйста Роберт Муртайзен Да Есть мнение У меня по этому поводу Профессиональный музыкант Это интеллигент Человек Который делает Правильную музыку Которая считается Правильной Которая Положена То есть есть определенные каноны Вильмир наверняка Это подтвердит Что есть определенные Каноны По которым создается музыка То есть есть какие-то Уроки Там Как это нужно делать Есть уроки гармонии Как правильно гармония Да Да А Те люди которые Скажем так Вышли из народа И начали из народа Писать все это дело Они Наверняка К этому подходят Немножко по-другому Они делают это Так как это любит народ Так как они любили это Когда-то Допустим Есть масса По этому подтверждений Парни Девушки Которые выступают На российской эстраде Подтвержду слово Роберт На самом деле Основная проблема Профессиональных музыкантов Которые именно музыкой занимаются Именно как творчеством И так далее Они не умеют правильно Себя коммерциализировать То есть они не умеют По сути себя Такие страшные слова Они по сути Не умеют себя продавать То есть Их продукт Это по сути эмоции Которые они Предоставляют зрителям Вот И пока До голов Каждого Музыканта Это не дойдет Они так и будут Зарабатывать очень мало Вов Давай пока ты Микрофон у тебя Не забрал никто Хорошо Расскажи пожалуйста Как же ты зарабатываешь деньги Ты битбоксер Да И плюс еще Директор Маркетингового агентства Фергору Фергору Расскажи пожалуйста Что и как И почему И например Битбокс Это твое основное Либо это Какое-то второстепенное Либо это для души И как мы говорили что Делать это для души Это двояко Это и для души И второстепенно То есть когда мне Очень срочно нужны деньги Я ищу заказы А так на самом деле Чем ты зарабатываешь? Как ты зарабатываешь? Так мы в 16 лет С другом С моим С Василом Основали Тогда это у нас Была просто Видеостудия Ферго И делали видеоролики Рекламные Фергору Потом мы сайт запустили И назвали его Фергору А все Хорошо И тогда нам было Где-то по 16-17 лет И вот сейчас Через По прошествии Сколько Восьми Семи лет Семи лет Мы сейчас уже делаем Не только отдельный Рекламный инструмент Но и полностью Маркетинговые компании Проводим На этом в принципе И зарабатываем деньги Но творчество Творчество Это для души Второстепенно То есть Мы понимаем То, что есть проблема Допустим То, что музыканты Не могут себя продвинуть То есть мы в этом помогаем им Мы запускали множество Вот они не стали париться Зачем себя продвигать Другим будем продвигать Да То есть мы Продюсировали Некоторых исполнителей Ну Успешно Успешно Допустим Егора Криду Который сейчас Блэкстар Вот такой Качает Локтями Вот Ого То есть он от нас Ушел потом Блэкстар Но покажи нам пожалуйста Что нибудь Прям вот Чуть-чуть Из битбокса Да Потому что Наверное ты хорошо Зарабатываешь битбоксом Для души Да Поэтому Это будет для нас Такая изюминка Нашей программы Окей Окей Девушки Уоу Браво 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 Марво Браво Александр Абдуллина Наша современная композитор, что-то говорят, нет? Современный композитор, лучше сказать, и студентка Казаловской государственной консерватории. Лисяночка, расскажи, пожалуйста, как ты зарабатываешь? Тебе приносит ли это плоды? Немножко микрофон. Дело в том, что я только заканчиваю консерваторию в этом году, и... Вот у тебя прям периферии сейчас. Я пока не зарабатываю, честно скажу. И я серьезно, если честно, не задумывалась над этим вопросом. Вот она, вот она творчество. Были какие-то подработки, конечно, и в группах, в кавер-бендах. Ты сочиняла или ты играла, пела? Ну, я и сочиняла какие-то песни для групп, но в основном мы играли кавера. Это вот чисто для заработка. И знакомые тоже просили писать аранжировки, ну вот такого плана. А какого-то стабильного заработка пока у меня нет. И вот какие вот сейчас мысли, когда ты понимаешь, что сейчас заканчиваешь консерваторию? Вот Эльмир у нас красавчик. Ладно, ему повезло. Ну, он, конечно, своим трудом это сделал, еще добивался очень. Да-да-да, как говорят, успешный человек, который везде успел. Все очень просто. Ну, стабильный заработок, конечно же, от преподавания будет. Ты преподавать будешь композицию? Ну, как получится. А так еще? Еще варианты есть? Я говорю, я пока еще серьезно не задумалась над этим вопросом. Василий Евдокимов, солист группы 4 сезона. Расскажи, пожалуйста, нам, каково вам, если музыкальное образование, и зарабатываешь ли ты, и зарабатываете группы вы на том, что вы делаете? Музыкальное образование я не имею, но как-то без него не пропал. Деньги зарабатываются, зарабатываются они, как бы это сказать, то есть есть момент выступления на корпоративах, есть момент написания песен, периодически я записываюсь как сессионный музыкант. Есть, собственно, репетиционная база, помогаю молодым командам как-то двигаться в музыкальном плане, пишу стихи на заказ, то есть такая палитра достаточно обширная в этом плане. А что, какие, не знаю, какие-то мысли бывали, например, чтобы получить образование это и уже профессионально потом приходить и говорить, друзья, у меня есть образование, вот вам, пожалуйста, дайте мне столько-то денег, например. В данном случае образование, честно говоря, оно не настолько уж и помогает, вот сегодня было озвучено, что профессиональные музыканты зачастую просто как бы не нужны никому, то есть люди выучились, но как-то не могут себе подать. Вот, что касается меня, у меня образование юридическое, то есть я, видимо, подхожу больше как юрист. То есть деньги должны зарабатываться постоянно, и, ну, тысяча так тысяча, там пять значит пять. А конкретно вот твоей именно в сфере рок, да, у вас же рок-группа? Да, четыре сезона, по большому счету, это рок-группа, но не чураемся мы играть как бы и каверы, и, ну, те же корпоративки. Да, то есть вот какого-то конкретного разделения нет, да, между вот рок-группой? Ну, нет, то есть если на каждом углу озвучивать себя именно только как рок-музыканта, без страха и упрек, то... Вас не позовут никуда. Не позовут, можно с голоду умереть, то есть можно как-то варьировать ситуацию. Ну, то бишь вас приглашают, нет такого, что вот, как он сказал, либо надо хорошо, иногда плохо? Стабильности вот это нет? Для стабильности требуется еще и стабильная работа, если она у музыканта есть, кроме всего остального, то... то есть мы приходим к тому, что все-таки что есть? Ну, разумеется, есть у меня еще одна работа, но вот она у меня занимает, допустим, там четыре часа в день, на сутках два-четыре часа, и еще двадцать лет я трачу, ну, кроме сна, конечно, там и спорта, на музыку, на группу. И это устраивает, в принципе? Или хотелось бы, может быть, там больше зарабатывать, либо, может быть, хочется работать именно профессионально, чтобы вас там позиционировали как профессиональных музыкантов? Есть понятие достатка? Есть же этот значочек профессионал? Да я понимаю, да, есть понятие достатка, то есть достатка, это когда достаточно того, что у тебя есть. То есть на настоящий момент у меня семья, у меня есть дом, есть машина, есть студия, есть репсионная база, то есть... Все твое? Как бы да. Почему? Тогда без кармы. И как бы хватает. Спасибо за мнение. Хамон, созрел ли ты? Уже все? Да, очень хочу, чтобы ты... Часы же забыл. Да, ты забыл часы. Очень хочется, чтобы ты что-то сегодня нам показал, зачитал. Так показал или зачитал? Нет, ладно, не театрально, извини. Зачитал. Показать не могу, я не в той одежде. Так, 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 есть у меня одна... Вова, ты, наверное, еще поможешь нам. Да, есть у меня одна Вова. Есть у меня одна песня, мы ее не будем целиком купить, попробуем сделать. и как бы в чем есть такая, можно сказать, соль в нашем общем деле, что многие люди говорят то, что зачем тебе это надо? Ты что, дурак, что ли? Или родители, когда я в свое время поступал в театральное училище, говорили, ты никогда не женишься, потому что артисты никому не нужны, ты же, у тебя же денег не... Это же самое. Мама говорила, ты никогда... Когда ты начнешь готовить? У меня будет муж повар. А самое интересное, что про... Ну, у каждого, наверное, параллельно вам были два мальчишки, которых ставили в пример. Вот, Роберт, смотри, Рафаэль-то! И вот были такие два человека, не буду называть имен, но мама всегда говорила, вот, он идет в юристы, а этот кушает в день 6 раз, он будет спортсменом. А я? А ты? А ты просто артист, и что? В итоге тот, который кушал 6 раз, сейчас 24 часа в сутки пьет, и его на руках приносит, но он обычно у нас на ступеньках спит. А тот, который юрист взял много кредита, взял много в долге, его чуть не посадили. А я как бы был артистом, артистом и остался. Красавчик, ты красавчик, давай! Вот, сейчас, я не знаю, как это называется, пух-пух, я, кстати, вертолетик могу. Ритм, да? Вертолетик. С вертолика начнем. Та-та-та-та. Ну, вот, образование музыкальное. Такой ритм. Все начинает шиваться. А, вот так можно попробовать, да? Сейчас я попробую. Я сам, у меня тоже есть рука. Давай. У меня тоже есть рука. На бэкстрит с бойц похоже. Мама моя бывает меня подбадривает очень круто. Словами, что зря, что все это грязь. Пора бы бросать, ты глупый. А я рано утром, пускай не встаю, капучино с газеты в кабинете не пью. Но верю, что занимаюсь делом, которое я люблю. Бывает грущу, бывает смеюсь. Пускай, пускай я сейчас повторюсь. Зато есть цель и мысли. А не просто с балкона на соседей подписал. Не кисни, не кисну. Не бросил, не брошу. Хотя многие из тех, с кем начинал, стали в ряды безликих прохожих. Может, все это зря. И что, если вдруг судьба бросит меня? Я останусь стоять, глупый, тупый, как без корабля. Якорь по грунту, за пруду, сменят болото. Страшно подумать, что будет потом там. Нам с мечтой нельзя быть прозит. Ведь мы семья. Представители СМИ скажут, что есть такое понятие, как бартер и взаимовыручка. Когда к тебе приходят музыканты, они хотят рассказать о себе, показать свое творчество, а ты взамен на это посредством, может быть, их публики пиаришь свое радио. То есть идет такой бартер. То есть они делают тебе контент на радио, но при этом ты пиаришь через них свое радио и расширяешь границы своей публики. Что и делают у нас ребята, ведущие в программе. Собственно, я тоже в программе радиожурнал, который выйдет на этой неделе, радиожурнал «Слом». Спасибо. Вов? Я добавлю, на самом деле это называется кросс-маркетинг. И это четвертый пакет. Это плавка стоит. На самом деле я соглашусь с Хамоном в одном контексте, то, что действительно сейчас очень много появилось исполнительней. Но высокая конкуренция, она побуждает делать более качественный продукт. Эмир, у меня к тебе, наверное, будет такая просьба подытожить и, может быть, твою точку зрения еще раз озвучить. Как ты думаешь все-таки, как зарабатывать молодым композитором? Каково это? Быть продвинутым и просто зарабатывать деньги, потому что, ну, как говорят, people have it, либо придерживаться своей точки зрения и работать на качество. Качественно. Нет, ну то, что нужно работать на качество и придерживаться своего точки зрения и быть самим собой, это как бы вообще, мне кажется, это даже объяснять не нужно, это само собой разумеющееся. Но весь сегодняшний разговор, он, по сути, мне кажется, мы все с разных позиций говорили об одном и том же. То, что нужно быть готовым ко всему, нужно быть, как сказать, таким широкопрофильным, то есть уметь преподнести то свое дело совершенно по-разному, не замыкаться на чем-то одном, быть смелым. И к разговору о любителях и профессионалах, понимаете, кто такой профессионал? Это не тот, у кого есть корочка. Профессионал тот, кто учится всю жизнь. Можно учиться, ведь сидя дома, в интернете, но при этом открывать такие вещи, вот, и, мне кажется, вот только не останавливаться вот в этом процессе, вечно учиться, и тогда у тебя все получится, если ты не будешь останавливаться. Поэтому только вперед и вперед. Согласны ли вы, друзья? Да. Абсолютно. Аплодисменты, Элимир, спасибо большое. И, конечно же, с учетом того, что сегодня у нас собрались очень много музыкантов, я, конечно же, и Робертин за гитарой, я предоставляю тебе слово, очень хочется закончить нашу передачу конкретно музыкой. И Роберт, наверное, сам скажет, какая песня и что мы будем исполнять. Песня называется «Ты бежишь от меня». Эту песню сочинил я в прошлом году. Съездил с этой песни в город Владивосток на российскую студвесну, занял там с этой песни второе место. У-у-у, у нас субит, бит. Сегодня субит посидят. Песня про любовь, на самом деле. Кварчество, любовь. Сегодня не только подастра, поэтому могу улажать. Я без подастра не умею играть я. Вообще, вы все знали, что только подастр, друг мой. Просто надо говорить «да». Хорошо. Разбуди меня ветреной ночью, и в глаза ты мне посмотри. Я хочу убедиться воочию, что любовь пылает внутри. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Но ты бежишь, бежишь от меня. Развяжи мои мысли тревожные, Если надо, прошу, обмани. Я растаю, словно мороженое, Только крепче меня обними. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. Я сорву маску без различия, То, что ты у судьбы увела. Не волнуйся, все в рамках приличия Мы с тобой муж и жена Но ты бежишь, бежишь от меня Ты сгораешь, словно свечан Но ты бежишь, бежишь от меня Ты сгораешь, словно свеча, но ты бежишь, бежишь от меня Ты сгораешь, словно свеча, но ты бежишь, бежишь от меня Ты сгораешь, словно свеча У-у-у! Браво! Браво! Да, и, кстати, Роберт у нас тоже с кольцом Скоро будет с кольцом Спасибо большое! Друзья, я напоминаю, что тема нашей передачи сегодня была Музыка молодых, ноты, деньги, три аккорда Поговорили, я думаю, что очень даже неплохо Высказали разные точки зрения Но пришли все-таки к одному, как сказал Элимир Что нужно делать то, что тебе нравится Нужно делать так, чтобы ты получал от этого нереальное удовольствие И все-таки, если ты будешь этим заниматься Найдется твой зритель, найдется тот человек, который захочет вложить в тебя Либо бартером, либо деньгами Чтобы тебе стало легче Чтобы твое творчество развивалось дальше Я желаю всем творческих успехов Больших-больших и самых лучших Я надеюсь, что мы скоро вас услышим Как Элимира уже везде-везде Ну, еще тут, еще много где надо Еще много куда стремиться Да, действительно, не надо останавливаться на достигнутом Спасибо большое! Была рада пообщаться на эту злободневную тему Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok